Зима близко. И так масштабно к ней в Краснодарском крае еще не готовились. Только на системы теплоснабжения выделено более полутора миллиардов рублей. За эти деньги в том числе построят 31 новую котельную. Почти половина из них за счет частных инвестиций. Для консервативной сферы ЖКХ это действительно прорыв и наглядный пример успешного внедрения государственно-частного партнерства. С каждым годом темпы ввода новых тепловых мощностей растут по Краснодарскому краю. И в этом вопросе особо стоит остановиться на следующем. Когда с прошлого года запускали программу по модернизации котельных и теплотрасс, мы говорили, на каждый вложенный бюджетный рубль должно быть вложено 1 рубль частных средств. И мы уже в принципе подходим к этому показателю. Прошел год, как выделили первые средства, а количество объектов, построенных по бюджету и построенных за частные деньги практически сравнялось. Важно, что эффект от этих нововведений, серьезных капиталовложений увидели люди. Только они могут поставить настоящую оценку тому, что мы сейчас с вами сделали. Или сделаем. Потому что просто нововведения и эти капиталовложения останутся докладами и большими цифрами. А если они не увидят результата от этих нововведений и больших цифр, то, коллеги, считайте, что мы с вами ничего не сделали. Понятно, что экономика каждого муниципального вызывания, она по большому счету разная, можно смело сказать. Но от этого ответственности за теплооснабжение меньше ни у кого не становится. Вот вы должны это учитывать. И то, что больше денег в бюджете муниципальном меньше, людям это абсолютно неинтересно. Тепло должно быть. Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых болевых точек региона. Местами сети изношены на 80%. На ремонт всего комплекса нужны огромные деньги. Сотрудничество с частными инвесторами как раз поможет ускорить этот процесс, считает губернатор. Но есть и те, кто получает только прибыль и не вкладывается в модернизацию. Например, у частной теплооснабжающей организации в Славянском районе нет альтернативы. На правах монополиста компания зарабатывает деньги на население, при этом копит миллионные долги перед поставщиком газа. Это частное предприятие своего рода, славянские тепловые сети. На протяжении трех лет динамика отрицательна. На сегодняшний день задолженность 237 миллионов рублей. Графики предоставляют погашение задолженности. На сегодняшний день положительной динамики нет. Я бы просил в этом вопросе помощи, потому что сам я не справлюсь, потому что финансово-хозяйственную деятельность предприятия мы не можем зайти, и нам никто ничего не показывает. У нас естественная монополия. Абсурд. А кто-нибудь будет нести ответственность за эту естественную монополию? Что она делает? Она ничего не делает. А если она ничего не делает, то зачем нам такая естественная монополия? Если она берет и не возвращает то, что платит население за тепло, а потом мы понимаем, что у нас идет рост задолженности. Коллеги, но если мы ничего не будем делать, ничего и не сделается. Вот здесь надо принимать решение, собраться и принять правильное решение, как и управленческое решение. Долги теплоснабжающих компаний – это игра в русскую рулетку, замечает Вениамин Кондратьев. У поставщиков газа может закончиться терпение. Губернатор лично вмешался в ситуацию, чтобы в разгар зимы у жителей региона не закончилось тепло. Каждый подобный случай на карандаше в краевой администрации. Какие реальные шаги, вы считаете, необходимо принять, чтобы динамика погожения задолженности начала хоть чуть-чуть становиться положительной? С января 2017 года направлено к дочникам 1463 досудебных претензий на общую сумму 52 миллиона 408 тысяч рублей. Андрей Дорчич, еще раз конкретно разберитесь по каждому инспекту. Я думаю, что где-то есть объективные причины, где-то субъективные, где вот они делают работу для галочки, отправили иски, отправили претензии, и еще, и еще, а дальше, и дальше, и моя хата с края, вот такое не поется. На результат работаем. Анализ мне нужен, конкретный анализ, почему такая ситуация. Если задолженность растет, то что еще может быть хуже? Потому что люди все так же сидят на своих местах и допускают рост задолженности. Вот это недопустимо. Подготовку к зиме все районы края должны закончить к 1 октября. Это касается и снижения долгов за газ, и модернизации сетей. К отопительному сезону в Краснодарском крае уже заменили полторы тысячи километров водопровода и около двухсот километров теплотрасс. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.